Долгожданное лето заставляет позаботиться о полноценном детском отдыхе. Ласковое солнце, целебный морской воздух побережья Азовского моря в нашем районе – все эти возможности нужно, конечно же, использовать. И они вполне востребованы в нынешнем сезоне. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на торжественном открытии военно-патриотической смены «Наследники Победы». За две недели ребята здесь хорошо отдохнут, наберутся сил для успешного продолжения учебы, усовершенствуют свои навыки в военной подготовке. Ребята со всего района – воспитанники кадетских и казачьих классов, которые получили путевки в ровесник, не понаслышке, знакомы с богатейшей кубанской историей и народными традициями. Они хорошо учатся, ведут активную общественную работу. На торжественном открытии летнего сезона ребят приветствовал председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Вы первые открываете эту смену. И очень символично, что патриоты первые заезжают, наследники Победы. Вы должны гордиться своими прадедами, которые отстояли для вас в это светлое будущее. И сегодня мы можем отдыхать с вами в таких прекрасных лагерях. Я хотел бы пожелать вам прежде всего здесь остановиться. И я думаю, что вы получите массу ярких впечатлений. Я думаю, что вы сдружитесь. И эта дружба у вас продлится на всю жизнь. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко отметил, что организации комфортных условий для детского отдыха в оздоровительном лагере было уделено особое внимание. Безусловно, постарались подготовить хорошее меню, чтобы вы сытно ели, здоровую пищу получали, хороших поваров нашли, которые вам здесь будут все это дело организовывать. Действительно, нам очень приятно, что эту смену открывает наша патриотическая смена. Поэтому всем дерзать, наверстывать упущенное, что вам еще необходимо сделать здесь, потому что у вас не только будет отдых, но и серьезные занятия. Поэтому поздравляю всех с открытием смены. Ребятам были вручены подарки со спортивным инвентарем, что поможет им отдыхать еще более активно. Сразу же после открытия юные славянцы разошлись по станциям, чтобы принять участие в познавательно-развлекательной программе, где нужно было показать все, на что ты способен проявить себя с лучшей стороны. Я очень рада, что попала в лагерь «Ровесник». Здесь очень хорошо, мне очень нравится. Я там тут первый раз, у меня здесь много друзей. Я хочу здесь очень хорошо отдохнуть и найти себе еще больше друзей. Я живу второй раз в лагере «Ровесник». Мне тут очень нравится. Я второй раз подряд попала на военно-патриотическую смену. Я надеюсь тут очень хорошо отдохнуть и найти новых друзей. Да, ребятам здесь совсем некогда скучать. Для того, чтобы время пребывания в «Ровеснике» стало незабываемым, сотрудники оздоровительного лагеря прилагают большие усилия. Военно-патриотическая направленность у нас в нашей смене все две недели. Детки будут заниматься, развиваться физически. Военная направленность у нас, ну, основные такие моменты, это разборка-сборка автомата, снаряжение, разряжение магазина, метание ножей, дартсов, метание гранат, ориентирование на местности при помощи компаса, азимута. То есть многие моменты, которые они познают, и даже может в жизни им это пригодится, особенно парням, которые будут служить в армии. Ребята здесь подобрались активные, способные на выдумку, креативные. Для них созданы отличные условия для отдыха. Итак, сезон успешно стартовал. Впереди будут новые смены. У юных славянцев, которые отдохнут в лагере «Ровесник», три замечательных летних месяца. Более 200 ребят отдохнет летом здесь, с тем, чтобы с новыми силами начать учебный год. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова